Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои телезрители и, конечно, мои подписчики на канале YouTube Голова Садова и сегодняшняя тема, как все-таки правильно посеять морковь. Вы же очень много вопросов задаете мне на YouTube, горячая линия пока молчит, телефон сломался, но при этом я понимаю, что я что-то не так объяснила, поэтому я хочу вам сейчас показать, как все-таки правильно посеять морковь, чтобы она не была худая, чтобы она не была пальцатая и чтобы она выросла красавицей и вы бы радовались ей всю зиму. Ну, в каком подвале нет морковки, ну в каком холодильнике нет морковки, да везде она есть, и не важно какая она, толстая, худая, да, я уже, мы сняли программу, где для глинистой почвы такая-такая, но принцип ее посева должен быть правильным. На колхозном поле морковь была посеяна, вот тот, кто это видел, расскажите своим детям, своим внукам, правильно, то есть вот такое расстояние, 67 сантиметров, вот здесь вот так вот и вот здесь, а вот здесь колесо трактора проходило, и никогда туда ничего никто больше не подсеивал. Вот чтобы она была не худая, если вы будете сеять ее очень густо, будет худая, если очень редко продернете, она будет пальцатая, ну не вся, но будет, поэтому я хочу показать, как правильно это сделать, вот на грядках, вот без такого расстояния. Это, как вы поняли, испытательный полигон, то есть грядка. Грядка, кстати сказать, вот она грядка, вот так вот она и расположена, да, значит ряды нам надо сделать так, как вот правильно, не поперек грядки, девочки, вы столько тени там устраиваете, просто невероятное количество. Вот она грядка, вот они ваши ряды, но здесь места маловато, вот понимаете, если этот ряд расположить вот здесь, причем ряд-то у него двойной должен быть, то второй ряд, поглядите, то второй ряд вот здесь уже тесно, вот здесь вот ряд должен быть, 35-40 сантиметров между рядами, это примерно вот так. И посев-то должен быть тоже правильный, вы почему считаете, что в один рядочек правильно? Ничего подобного, в один рядочек неправильно. Смотрите, сейчас я высыплю на руку, а вы запоминайте все, потому что, ой, елки-палки, сыпануло называется, но я исправлю свою ошибку. Вот посмотрите, я сею морковку, да, как будто я сею ее в два ряда. Ну, тут, да, много, мало, это, конечно, нужно сеять тоже хорошо, старательно, а не как попало. Посмотрите, я как будто два ряда сделала. Вот сейчас я досею, и я вам объясню, что я вам хочу донести. Очень хочу донести, вы просто, ну, послушайтесь моего совета. Значит, вот так. Немного оставим, потому что второй ряд покажу по-другому. Вот вы ее посеяли, у вас расстояние между вашими семечками, вот здесь, должно все-таки быть сантиметра 3-4-5. Лучше бы там 4-5. Вот. То есть, один рядочек, и здесь второй рядочек. Зачем я это сделала? Вы, как только я начинаю рассказывать, что расстояние между рядами должно быть 35-40 сантиметров, вы хватаетесь все за голову и начинаете верещать. Да поймите вы, у вас вот такая грядка. Вы умудряетесь запихать туда 4 ряда. Раз, два, три, четыре. А вы просто сделаете по-другому. Вот эти ряды остаются, а вот эти ряды мы вот так как сместим, вот к этим рядочкам, оставив между ними расстояние 5 сантиметров. И когда мы продернем морковку, мы между ней 4-5 оставим. Вот так вот. Это правильно. Это идеально. А еще идеально. То есть, вот у нас два рядочка здесь расположено, вот в этой такой бороздке, сантиметров 5-6 шириной, да? У нас вот здесь будет бороздка двойная тоже, посеянная два рядочка, а вот это все будет пустенько. И никого вы сюда не подсадите, ни лука, ни редиску. Вы просто сделаете борозду, да, вот такую вот, и оставите ее на все лето. И вы вот сюда не будете поливать морковку. Хватит издеваться над ней. Вы будете вот сюда лить воду, из ведра даже. Можете из лейки без носика. И вот сюда в межи лить воду. Вот когда у вас морковка будет красавица. Вот когда вы начнете понимать, что такое красота на огороде, красота овощей. Но я еще не закончила. Смотрите, что у меня есть. Видите? Да? Угадали, что это? Да нет, ни семена морковки, ни укропа. Это спитой чай. Вот прежде чем вообще посеять вот это вот, да, ну это как бы, да, уже в варианте сразу с органической подкормкой. Но возьмите вы вот так вот и бороздку, прежде чем вы семена туда отправите, просыпьте ее спитым чаем. Ну, полсантиметрика там где-то, да, толщиной. Ну, вы должны видеть, что вы все-таки посыпали, а не побаловались. Ну, примерно вот так. До спитого чая, господи, боже мой, его везде полно просто. А вот теперь на этот чай посеете морковь. Предварительно можно бороздку пролить, естественно. А здесь уж сейте, как вы, так же, как я учила. Бороздка здесь, бороздка здесь. А потом спокойно, с чувством исполненного долга, берете и все закрываете. Закрываете, аккуратненько. Никогда не делайте, как попало. Сделайте один раз хорошо. Вот так. А теперь что надо сделать? Правильно. Наши замечательные кулачки. Вот так прижать. Ну, и как вам этот метод? Запомнили, да? Два рядочка здесь, два рядочка здесь. Между ними 35-40 сантиметров. Посредине вот такая борозда, куда вы будете поливать. Морковка, она не очень любит, когда вы ее хвощите целыми днями водой. Вы это поймите. Она сама найдет воду. Она сама достанет ее. И лук также, между прочим. На этом закончу. Все, до свидания. Всего доброго. Люблю, целую. Субтитры сделал DimaTorzok